Его дом Россия, паспорт болгарский. 20-летний Борис Димитров оказался в одном шаге от депортации, рассказывает Надежда Сюсина. И о стране, куда предписывает отправиться закон, молодой человек знает понаслышке. Мальчишка 20 лет здесь живет, совершенно не собирается. У него никто и ничто там. Что он в Болгарии? Ну давайте выпьем в Болгарию. Что он там будет делать? В годовалом возрасте из Болгарии его привезла мама. Когда мальчику исполнилось 13 лет, она умерла. Кроме въездного паспорта у Бориса никаких документов не было. Когда решил обзавестись главным, в УФМС посоветовали оформить болгарский. Вместо того, чтобы по этим обстоятельствам человек живет здесь уже десятки лет, в упрощенном порядке предоставить ему гражданство, послали его по длинному кругу. Заставили его получить паспорт гражданина Болгарии исключительно для того, чтобы потом он его сдал и получил гражданство России. Теперь он живет на нелегальном положении в России. Чтобы легализовать пребывание Бориса в России, Константин Затулин обратится в главное управление МВД по вопросам миграции. Последуют от депутата Госдумы по ряду вопросов и письма в прокуратуру. Предстоят переговоры и с Россавтодором. В результате реконструкции и строительства дублера курортного проспекта мы оказались в сложном положении. Мы оказались лишены двустороннего движения. И сейчас выход с наших участков мы можем вернуться для того, чтобы мы вернулись. Нам нужно проехать приблизительно 15 километров. Речь идет сразу о трех садоводческих товариществах в районе Яна Фабрициуса. Развернуться людям мешают шлагбаумы и запрещающие знаки. Открыть дорогу сочинцы просили Росавтодор, но управление отказало из соображений безопасности. Жители обратились к депутату Госдумы. Константин Затулин обещал заняться решением этой дорожной проблемы.